У нас не так часто происходит такое событие, чтобы на каком-то городу дважды посвящалась какая-то монетка, а тут сразу два, и вот одна из них, правда, субъект Российской Федерации Архангельской области, а другой прямо герб города Архангельска в связи с тем, что было ему присвоено как-то звание города воинской славы. И вот таким образом монеты у нас одновременно оказалось две, а дело, чего вдруг ради мы их сегодня достали, раздобыли из альбома, дело в том, что сегодня у нас Архангельску, Архангельск отмечает день города, вот последнее воскресенье июня, вот такое вот у него событие в каждом году, и вот сейчас мы отмечаем 434-летие этого города. Основан в 1584 году. Вот такой российский город расположен на севере России при впадении реки Северная Двина в Белое море. В XII веке на месте будущего Архангельска был основан Михаило-Архангельский монастырь, вокруг образовалось поселение и пристань, 4 марта 1583 года по указу Ивана Грозного возводится деревянная крепость, за год вырастает город, который называют Новохолмогоры. Архангельским городом становится 1 августа 1613 года. Развивается торговля, особенно с Западной Европой и Англией. В Петровские времена основываются Адмиралтейство и Верфи. В 1701 году здесь происходит Новодвинское сражение, первая победа над шведским флотом в Северной войне. И указ Петра от 18 декабря 1708 года делает город центром Архангельской губернии. В 1915 открывают ледокольное бюро, в составе которого 13 ледоколов. В период интервенции город оккупирован войсками Антанты. В 1920 освобожден Красной Армией. Во время Великой Отечественной войны Архангельск был известен северными конвоями, провозившими грузы в рамках Ленд-Лиза. В 20 веке город стал отправной точкой исследовательских экспедиций в Арктику. В 1984 году город был награжден Орденом Ленина. С 2009 года носит почетное звание город воинской славы. Широко известны гостиные дворы, памятник 17 века. Это сооружение из камня, служащие для торговли и обороны, центр общественной жизни своего времени. Заслуживает внимание Новодвинская крепость, памятник 18 века. В городе находится памятник Петру Первому и Ломоносову, Михаилу Ломоносову. Вблизи города расположен музей деревянного зодчества Малой Карелы. Интересно, что выращивать картофель жители Архангельска начали задолго до Петра Первого. Коренные поморы до сих пор празднуют Поморский Новый Год 14 сентября. Архангельский порт изображен на купюре 500 рублей. Архангельский памятник Петру Первому имеет также своего близица в Таганроге. В Архангельске проживает более 350 тысяч человек. Ну и вот городовой день не всегда отмечали летом. Раньше его праздновали 19 сентября в Михаилов день во время проведения Маргаритской ярмарки. Торщище, на котором приезжали русские и зарубежные купцы. 300-летие города Архангельска отмечали также по старой традиции. А теперь день города перенесли на последнее воскресенье июня. Ну и вот то, что мы видим на гербе города. Это в 1780 году утвержден был герб Архангельский, на котором Архангел Михаил не спровергает дьявола. Возможно, идея герба принадлежит Петру Первому. Однако автором окончательной композиции считается граф Франциск Санти. В советское время на гербе был изображен корабль, символ порта. В 1989 году утвержден новый герб. Выполненный по мотивам герба 1780 года. Вот такое у нас событие. Ну что ж. Архангельчане и все, кто имеет касательство к этому городу, поздравляем с праздником. Всего самого наилучшего, мирного неба. И удачи. Удачи в делах и семье. Спасибо за внимание. До свидания.